смотрите как есть модификация леопард 2 и 4 это весьма старая модификация которая во многом не соответствует театру артистики если даже отправят эту не супер современную модификацию леопард 2 и 4 в украину существенно баланс сил будет на по крайней мере проявляя направлении быть на стане вооруженность управилась украинцы сегодня побеждать россии сегодня могут удержать украинцев и представить если украина будет наступать еще и вот этими супер современными посещаемые танками смотрите что такое леопард 2 и 4 это не самая современная модификация она имеет неудовлетворительную с моей точки запятки по моим оценкам окей зато по моим оценкам они неудовлетворительного уровня защиты вооруженные силы турецкой республики применяют кстати вооруженные силы вторые вооруженные силы нато применяли вот эти посещаемые танки в военные войны в сирийской арабской республике а именно если вы помните те дни когда они штурмовали позиции дел в эль-бабе исламский стартера калибанда и дел в ираке пардон в сирии вот год сирии когда вооруженные силы турецкой республики нас начали полномасштабную операцию против исламского государства бояков исламского государства они штурмовали город эль-баб городе эль-баб за один день несколько сразу леопард 2 и 4 были подбиты уничтожены повреждены и захвачены ладно захвачены попытаюсь понять экипаж бросил шоу вот это ну это поле видит но с точки зрения как их легко подбили не так титонировал бы комплект это за один день войны я говорю в эль-бабе бьем фото материал видел весь мир защищенность у них не слишком таки весьма по моим оценкам модификации а пар 2 и 4 ведь защищенность весьма слабовата вот вооруженность федерации в срф берут реактивный пристанковый карнат у для вас вручную пристанковый карнатомет одноразового применения правильный реактивный пристанковый карнат rpg 27 то волга 6g 227 7 по 30 ткб 80 что это к б в общем 6g 22 ткб 074 . конструкторский беру 074 ткб 074 вот а у него выстрел пк 20 пк 27 вы называется с гранатой пг пг 2 пг 27 7g 26 тандемную кумулятивной боевой частью лидирующий заряд 64 миллиметра кумулятивный основной 105 миллиметров это тандемный кумулятивный снаряд лидирующий заряд снимать встроенную навесную динамическую защиту затем основной кумулятивный снаряд пробивает основной брони у нее от этого реактивный про танк гранат у россиян полно им вся пехота вооружена ну или не все значительная часть броневырываемость это 650 миллиметров гомогенной брони под луком 90 градусов от на маленькие миле то есть если в борт попадет в леопард 2.4 или если россияне из нее просто открыт огонь это очень примитивное дешевое пространковое оружие которое есть у очень очень многих российских пехотинцев в городских боях кто-то вышел по открытой огонь и борты точно больше уничтожен я уж не говорю что россиян ракетный комплекс 10k 120 10k 135 карнет и платья основной с 14 сприган сприган есть карнет эм карнет д карнет ам еще более мощный пританковые ракетные комплексы от хита борта 100 процентов не уничтожили а пар 2 и 4 поэтому ее защищенность я уж не говорю что современная ракетная площадь на самотанках вооруженных сельских федераций в ссср такие как например т-90а опеку 187 а 1 владимир аудин на 2 46 м5 выстрелом оперионного районного подкалиберным саммитом создаешься потом выстрел 3 в вбм-22 с определенным бронем подкалиберным садом создаешься потом 3dm 59 3dm 59 свинец-1 метаций задам 4g 96 азон т сердечники карбидо вольфрам еще более современный есть 3 вбм-23 свинец 2 снарядом определенный бронем подкалиберным садом создаешься патоном 3dm 60 свинец 2 там тоже заметать за 4g 96 азон т у него жизнь сердечники за объединенного урана вот представьте себе если откроет россияне с 2000 километров огонь лобовую броню леопард b4 100 процентов пробьет аналогично боекомплект входит на миклатуру боеприпасов т-72 b3 образца 2011 года т-72 b3 образца 2016 года же т-72 b3 модернизируем т-72 b3 т-72 b3 образца 2016 года там сайта орудие 246 м5 на более снаряды 246 м5-01 вот там тоже одинаковые определенный броневольный подкалиберный салят создаем создаем все поддоном вот я уж не говорю что россияне уже на центре военных действий принимают ракетный пушистовый такт-90m прорыв 3 у которого орудия 282-1 еще самая мощная танковая пушка в арсенале вооруженном связи с федерацией вейсеров полюсу 28 миллиметров у него же снаряды определенный броневольный подкалиберные соединяются поддоном вакуум-1 вакуум-2 они вот леопард 2.400 2500-3000 км в лобовую броню точно пробьют поэтому борты его ракетные комплексы запросто берут в лоб пробьют то есть защищенность это я мягко говоря не сильно модификации леопард 2.4 но однажды я в своем эфире это рассказал и расскажу сейчас суть в том что у этого основного танка есть плюсы и минусы и плюсы я считаю компенсируется плюсов больше чем минусов что я имею в виду у этого основного танка система управления огнем и огневая мощь на таком уровне что весьма могут компенсировать относительно слабо относительно слабо защищено слабо бронирование там стоит прицельный комплекс мс-15 да во первых у леопард 2.4 орудий стать rain metal r120 l44 rain metal компания знаете rain metal r120 то есть мало меня это не удовлетворяет калибр 44 миллиметра я люблю калибр 155 калибра чуть позже мы об этом поговорим в общем там стоит орудия на rain metal r120 l44 длина орудия 44 калибра стреляют старыми уже на мой взгляд несовременную примерно бронированный подкалибрный стрелять эмсертинар с поддоном dm40 . немецкая модель dm43 джм 43 джм 43 джм 43 джм 43 джм 43 джм 43 вот джм 43 с 2000 км лобовую броню тсм б3 образца 216 года страниц на это себя б3м тсм 2 б3 образцы 16 года вот и в страниц динамической защиты 4s 234 24 реликта она может и не пробить в то время как я вам объяснил что тоже тсм джм 3 например тсм до б3м образца 2016 года она запросто его ответ на огнем уничтожит то есть там уже и тут леопард 2 дуэлем бою проигрывает я уж не говорю что у россиян комплекс управления вооружения который позволяет стрелять ствола танкового орудия активе реактивность тонн про танковыми ракетами поражательно 5 километров то есть немецкий аналог с ними в бой в дуэльный бой не служит ступидно то есть немецкого а бронепроигрывающего оперированных броневодных подкалибрер снает соответствующим бандону уступает по бронепроигрываемости она лобовую броню российских не пробьет а россияне запросто ответом огромных двух километров пробьет у него лобовую броню леопард 2 и 4 леопард 2 и 4 не самая суперсовременная модификация но леопард 2 и 4 есть очень интересные нюанс это прекрасная система управления огнем теплотелетепловизионный прицельный комплекс наводчика оператора называется мс-15 там у нее 12 кратное увеличиваться что к 12 кратное увеличение я вам объясню на пушечных основных боевых танков т-72а объект 172 м1 объект 176 ура сайт орудия 246 дневной восьмикратный прицел тпд к 1 фиксирован восьмикратное увеличение 8 крат все более современные т-72 b а предыдущего 4 урал сайт орудия 246 м т-81 тмж 246 это тоже дневная оптический прицел тпд к 1 наставлен восьмикратное увеличение то есть днем у него всего лишь восьмикратное увеличение у немецкого 12 кратное дневное увеличение это означает что ты можешь вести более прицельный эффективный огонь на больших расстояниях ты легче обнаружишь видим видим диапазоне то есть визуально цель который наблюдаем и из-за этого запаса можешь обнаружить там у него лазерный дальномер есть у этого прицельного комплекса мс-15 лазерный дальномер весьма точный кстати в общем ты можешь гораздо легко опознавать цель отличить это макета основы танка идеально основы танк противника более менее потому что у тебя кратность увеличения больше этого 12 крат у других например т-72 b3 там стоит вот как раз таки вот не т-72 b3 а т-72 b а ведь что урал там стать все же восьмикратным увеличением так это к чему что леопард 2 и 4 оснащен прекрасным бицелем комплексом я только что сказал т-72 b3 это была ошибка я имею в виду т-72 b потом не путайте искать банк и полюб нет на т-72 b а вы что вы что-то урал стоит вот т-п-т-к один все же 8 фиксировать и кратное увеличение все а вот этого немецкого сайт 12 кратное увеличение 12 кратное увеличение плюс телевизионный канал который имеет два поля зрения то есть два крат увеличения фиксировать 4 крата и 12 крат 4 крат назначен для обнаружения целей а после обнаружения цели ты приходишь увеличенный режим 12 кратное увеличение чтобы легко более легко распознавать цель идентифицировать 10 прицельный огонь в общем плюс свой лазерный дальномер очень пикасом цели вот мс-15 стать стабилизированных двухпласскостях стабилизации вооружения специально для этих комплексов вот так вот вот этот вот комплекс вот сайт на модификации и кстати мс-15 позволяет транслировать видеоизображение на экран на вот не командира он предназначен очень оперативной на экран командира тоже может придавать информацию есть какой-то там сайт перископический прицел перри р-17 это принципе перископический дневной прицел командира панорамный панорамный прицел командира это стратегическое преимущество это мечта танкиста мечта танкиста панорамный прицел командира который на 360 градусов вращается не зависимости от башни смотрите сюда пить и вот этот каран давать и вот эта моя рука моя рука это башня основной танка у любого других а вот например воруженца с пульки армения пушная аркета пушеча основной танки до 72 за бара x04 урал вот там башня стоит командир в приборе это кантриный видит в том ракурсе где его башня вращается понимаете приборчик немножечко вращается в чуть-чуть туда-сюда влево-право чтобы поменять на 360 градусов они не не может независимо работать она вращается вот этот башня вот это прицель комплексом командира она в они вместе вращаются эти куда башня там и прицел командира куда смотрит наводчик-оператор куда и смотрит командир но это стратегический просчет у на пар 2 и 4 стоит панорамный прицел перри р-17 который вращается днем ну вот она днем ночи вращать но не дневной канал днем она вращается независимо от поворота башни куда бы не смотрела башня прицел командира панорамный хотел командира работает независимо видите вот эта башня она повернулась полностью влево прицел командир со своим прицелом повернулся вправо то есть прицел поворачивать смотрит в заднюю полусферу башни башни видите наводчик-оператор тут смотрит он туда командир смотрит туда это стратегическое преимущество будет у меня силы и энергии сегодня объясню почему это стратегическое преимущество позволяет более гибко быстро действовать более хорошо понимать поле боя вокруг себя что там творится это очень важно и уменьшается вот это понятие мертвую зону для пушечного особой танка ракетно пушечного танка это стратегическое преимущество вот на леопард 2 и 4 стоит вот этот перри r17 панорамный прицел командира который позволяет командиру искать цель независимо от того куда смотрит наводчик-оператор башня куда вращена также эти резервные ferro z18 это дневной резервный прицел наводчика оператора если они что с восьмикратным увеличением это резервный прицел интересно то что прицел мс-15 имеет бронированные створочки они закрываются закрываются когда ты ее используешь включаешь тепловизионный прицел створки открываются ты работаешь когда не нужно нажимать на кнопку створки закрываются это повышает их от бронезащиты я вам кое-что объяснил я много лет назад смотрел видео портаж там был российский канал она не называется они отправили сирийскую арабскую республику в сирию чтобы освещать террористические действия асада ну как асад терроризирует собственного в общем вы можете сказать антитеррористическая операция каждого из нас насчет этого свое мнение но сейчас не об этом суть вот анна нюс репортеры анна нюс идут из переводовой периодически снимали репортажа сухопытных войска вооруженных сил сирийской арабской республики вот так вот там был нюанс когда журналисты анна нюс снимали интересные репортажи ставили портативную камеру специально для вот этих вот блогеров байкер это камера вот так устанавливали на пушечный основой танк для ракет на пушечный основой танк вооруженных сил сирийской арабской республики и дальше целый целый свой репортаж то есть основы так идет воюет стреляет а они все это вот они все вот это дело снимают и в одном из репортажа я увидел что по прицельным наблюдателем комплексом башни . операторы командира стреляют вот повстанцы и боевики повстанцы там где-то сумели на оппозиции воевали сигилами джебхата мусора воевали я видел сперва я не особо понял это потом понял что происходит везу вижу вспышки скоро показали мне показалось но в этом плане что нет ничего не кажется я реально это вижу вспышки вот здесь вот камера вот эти а на низу или партию установили вот как раз таки близки гнез шахта прицельных наблюдательных комплексов это вижу вспышки . вспышка вспышка я понял что повстанцы применяя снайперское оружие так полагаю снайперское оружие оружие с оптичным оптичным прицелом пытались попасть и вывести из строя прицельный наблюдательный комплекс прицел прицел пущечный основной танк ракет на пущечный основной танк вот это уникальная идея они реально стреляли чтобы попасть на т-72 а вот у ассирицы применяют пущечный основной танк т-72 м урал т-72 м1 урал т-72 а в 176 в урал и т-72 с урал вот так вот у всех у них прицельные шахты открыто прицел открыто прицел объектив прицел оптика прицел попадет то чуть-чуть у немецкого мс-15 створки перед тем как ты включишься полотведенный прицельный комплекс с 15 створки вот так открываются распашонка на штука распашонка вот 2 створчатки и створчики открылись и когда тебе надо стреляешь включаешь прицел почему работаешь прицеле ради тебе нужно закрыть прицел включаешь выключил створчики закрылись если что там за не бронированный вот такая уникальная особенность плюс двигатель для leopard 2 я почему останавливаюсь на модификации a part 2 и 4 потому что модификация леопард 2 и 4 есть у всех и после леопард 2 и 4 они столько супер современных пушиносомых танков получили что они отправили леопард 2 и 4 законе на консервацию и вероятность того что нато передаст украине леопард 2 и 4 без ущерба для себя это был факт украина повышается огневая мощь она страна это вряд ли почувствует отсутствие этих пушиносомых танков но в общем сейчас мы остановимся на леопард 2 и 4 я на этом примитивном примере вам показывались бы эту самую не супер мощную модификацию а part 2 и 4 отправили в украину вы хоть представляете что будет если самый супер современной модификации отправят в украине поэтому мы пока говорим про не пар 2 и 4 окей ну так вот леопард 2 и 4 ставит мощный двигатель мтв мб 873к 501 мощность 500 1500 лошадиных сил это дизель двигатель с турбонаддувом 1500 лошадиных сил про 2600 оборотов в минуту 1100 киловатт электроэнергии вырабатывать для сравнения у российского ракетно-пушиносомых танка т-90 бх-181 владимир там стать бх-92 из 2000 лошадиных сил по 1000 оборотов в минуту 736 киловатт электроэнергии вырабатывать немцы 1500 лошадиных сил мощность вот представьте себе крутник электроэнергии больше вырабатывать 1100 энерговооруженность этого основного танка а это есть энерговооруженность больше 1100 против 736 киловатт вот крутящий момент больше 2600 оборотов в минуту но все равно суммарно преимуществ конечно же однозначно но в общем мощный двигатель гидромеханическая трансмиссия рэнк hs-354 рэнк hs-wl 354 дроп 3 4 передачи вперед 2 назад то есть 4 передачи вперед 2 назад гидромеханическая трансмиссия рэнк hs-wl 354 дроп 3 вот 4 передачи 2 назад уникальная хорошая удельная мощность лошадиных сил на тонну если моя память из-за усталости ничего не обманывает сейчас не помню у нее было где-то больше двадцати а вот 26 2 нет помыть 24 лошадиных сил на тонну то ли 25 26 приблизительно для сравнения ракет на площадке 90 стабик 181 владимир неудельная мощность лошадиных сил на тонну 21 5 лошадиных сил на тонну в то время как у немецкого по моему это было 26 что ли 21 5 на 3 90 21 5 при 26 у немецкого то есть больше удельная мощность лошадиных сил на тонну поддает большую проходимость это очень важно отметить особенно больше проходимость больше бы максимально боекомплекта максимум запасом топлива когда ходовые качества ухудшаться так как твой вес увеличивается так вот так вот двигатель все отлично хорошая прицел стоит 780 троп 90 хороший но это не прицел это радиостанция спрятачек все за случай пристройка рабочая рабочая частота и мужчин если считать его защищенности относительно слабое оружие рей металл рэш 120 44 во всем основном украинцы уж поверьте мне добьются очень высоких результатов с помощью этого пушечного сомбли танк стокио отправить олаф шут говорит нет тени отправлю дальше у нас идет модификация леопард 2 и 5 отличается тем что на леопард 2 и 5 есть определенные улучшения защищенность броней все такое прочее прицел там уже стоит моего командира или r17 и 2 который имеет независимый тепловизионный канал и режим hunter killer то есть смотрите как на модификации леопард 2 и 5 уже стоит более мощный мс-15 такой же стоит как и на леопард 2 и 4 но у командира появился панорамный прицел с тепловизионным каналом независимый тепловизионный канал называется этот тепловизионный канал называется этот наводчик оператор это командир это прицел наводчик оператора это прицел командира они оба независимы друг от друга куда бы ни вращалась башня они друг друга не зависят командир как только обнаруживается дает выбирает кнопкой выбирать цель башня автоматически возвращается без участия наводчика оператора и наводчик оператор должен всего лишь нажать на кнопку выстрелить и все пока у российских вы вдумаетесь вы вдумаетесь вы только подумайте вы только вдумаетесь россияне модернизировали основные танки т-72 б ураловик 184 переделали в т-72 б-3 образца 2001 года и т-72 б-3 может т-72 б-3 образца 2016 года россияне они поставили обычный прицел не прицел а наблюдательный комплект командира который называется ну тут это называется тк-3 мк тк-3 мк по-моему она имеет режим дубль то есть можно получить информацию о том тепловизионного прицельного комплекса наводчика операторы все но там есть режим дубль это все есть хорошо но во первых она не панорамная у меня пар 2 и 5 панорамная тепловизионным каналом а этого не помню на не панорамно на были смотреть туда куда смотри смотрит наводчика оператор поймите когда у тебя независимый прицельный комплекс панорамный вот вот возьмем т-72 б-34 урал обычный тк-3 стоит обитательный комплекс командир командир вот свой прибор видит и горит а очень оперативно видишь вот там-то там цель вот на 10 часов на 12 часов на 1 часов ведь видишь на 10 часов видишь а вижу вижу его там гора стоит возле горы вот там дерево за дерево видишь цель это противник тоже поразить цель вижу то я выйдешь там дерево под деревом там вот тень так падает вот 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 так работают советские экипажи для того чтобы командир давал целеуказание в свой прибор смотрит командир на т-72 б-34 не модернизированная версия на т-72 б-3 все-таки тк-3мк в режиме дубль там эта функция есть но на вот этим за б-34 урал вот там эта функция нет и научить командир вот так обнаруживает вот видишь вот там-то 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 возле горы видишь там c вот возле где под деревом видишь там вот ствол торчит а оружие замаскировано там основной танк противника замаскировано не вижу командир не вижу но почему не вижу а у немцев нас нам начиная с модификации леопард 2 и 5 благодаря компания независимым прицельным комплексом например тепловизионным прицельным панорамным тепловизионным прицельным комплексом командира перри р-17 и 2 можно работать в режиме хантер киллер командир на 360 градусов обнаруживается смотрите на мой под это вы trickedoровок а вот это вот панорамный прицел командира 那ого человека на 360 градусов вот так вот так как как я обнаружил цель все командир обнаружил цель замаскировано until командир цель идентифицировал и командир нажимает на кнопку выбора целей захвата целей башни автоматически вращается наводчик оператор может сокрытыми глазами нажать на кнопку. Командир выбрал цель. Все. Нажимать на кнопку. Огонь. Это называется Хантер Киллер. Охотник Киллер. Командир Охотник Киллер. Наводчик Оператор. Вот так и они работают. Вот преимущество. Начинается эта прелесть с модификации Леопард 2А5. Но в боекомплект Леопард 2А5 ввели новый определенный бронебойный подкалиберный снаряд с отделением поддоном из-за ДМ-53 ЛК-2. Точмодул 53 ЛК-2. ДМ-53 ЛК-2. Это более современный бронебойный подкалиберный снаряд с отделением поддоном. Если в модификации Леопард 2А4 входил снаряд ДМ-43, то в модификации Леопард 2А5 входит более современный бронебойный подкалиберный снаряд с отделением поддоном ДМ-53 ЛК-2. Она предназначена для преодоления такой стройной динамической защиты, как 4С-22 Контакт-5. Ну как? В вооруженной сельской федерации применяют ракетный пушечный основой танк Т-90С Абек-1880 Владимир. Там встроена динамическая защита, 4С-22 Контакт-5. То же самое стоит на вооруженной сельской азербайджанской спорте. Это 90С Абек-1880 Владимир. Там встроена динамическая защита, та же 4С-22 Контакт-5. Вот так вот этот бронебойный подкалиберный снаряд с отделением поддоном предназначен для преодоления вот этой встроенной динамической защиты, 4С-22 Контакт-5. Плюс фронирование улучшено. Но и это ещё не всё. Моя любимая модификация, то есть я всё люблю, боготворю, обожаю эти пушечные танки, без всякого честного. То, что вообще грандиозно. Начинается с модификации Leopard 2 A6. Это то же самое, что Leopard 2 A5, с одним отличием. У неё орудие Rainmetal RH-120 L-55. Вот тут-то и начинается самое грандиозное. На Leopard 2 A6 стоит грандиоз. Самая мощная натовская пушка, которая стоит на танковой, гладкоствольной танковой пушке, которая когда-либо была установлена на пушечный станбой танк. Rainmetal RH-120 L-55. L-55 Это длина калибров, длина орудия. L-55 Самый длинный танковый ствол натовский, прямо сейчас в мире. Сейчас начинается самое главное. Во-первых, в его боекомплект вели супермощные смертоносные снаряды DM-63. Не путайте. Leopard 2 A4 это тот определенный бронеболевый подкалибр на статусе ДМ-43. Точный модуль 42 DM-43. На Leopard 2 A5 ввели в боекомплект новую определенную бронеболевую подкалибр на статусе поддоном. Называется DM-53 L-K2 . DM-53 L-K2 DM-53 L-K2 На Leopard 2 A6 ввели в самом еще более супер смертоносной определенную бронеболевую подкалибр на статусе поддоном. называется DM-63 . DM-63 DM-63 Она может пробить лобовую броню T-90 A-Abex 188 A1 Вадим встроенной динамической защитой 422 Вагонтакте 5 В Германии это самый современный смертоносный операционный бронеболевую подкалибр на статусе поддоном. Плюс ребята я хочу чтобы вы кое-что поняли. Кстати лайками поддержите я вам буду признателен потому что все-таки лайков если будет сейчас 200 я буду за это очень-очень признателен. Лайками поддержите буду весьма-весьма вам друзья признателен. Смотрите как чем длиннее танковая пушка тем начальная скорость полета ее снарядов выше. Чем начальная скорость полета снаряда выше тем точность лучше и бронепробиваемость лучше потому что боевое действие кинетическая энергия танковых снарядов больше они больше скоростью летят и у них больше бронепробиваемость они быстрее летят у них больше начальная скорость полета потому что благодаря кинетической энергии которая вызывается дульной энергии И чем быстрее летят к цели, тем меньше факторов отрицательных влияет на скорость, то есть влияет на полёт, на траекторию полёта снаряда. Это температура воздуха, влажность, абсолютная влажность воздуха, относительная влажность воздуха, порциональное давление воздуха, давление атмосферы, вращение земли, скорость передвижения цели. Все это влияет, особенно когда ты стреляешь на большие дальности, например, до 2500 метров, 3000 метров, особенно ты с гладкоствольной танковой кошкой. Мы сейчас об этом подробно поговорим, потому что у нас ждёт британский Челленджер 2. Вот там вы поймёте, что такое норезновое орудие и гладкоствольное. Пока мы говорим про норезновое орудие, гладкоствольное орудие. Очень важно рассчитать всё вот это, мало иметь танковые, баллистические вычислительные, хорошие, отличные. Тут ещё нужно иметь большую начальную скорость. И бронепробиваемость, это, наверное, супер бронепробиваемость. Оцените. Длина у Leopard 2,5. Leopard 2,4. Rainmetal, RH-120, L-44. Длина орудия 44 калибра. У Leopard 2, A6, стоит орудие Rainmetal, RH-120, L-55. Длина ствола 55 калибров, за счёт чего и бронепробиваемость больше. А плюс в боекомплект ввели новейший операционный бронепробиваемый подкалибр. Настанется с поддоном, D-63, D-63, D-63. У него вообще у этого ствола бронепробиваемость больше. Плюс фактор, что её стреляющие из танковой пушки, которые имеют более длинный ствол, L-55, длина ствола 55 калибров. Грандиозно смертоносной орудия. С 2500 метров она может дала желобовую броню, таких пушинозобых, как Т-72, БА, Абексу. Не Т-72, БУРА, Абексу-104. Внимание! Нет! Есть Т-72, БА, Абексу-104, Абексу-104, АУРА. Там встает штатная 420, контакт 1, навесная динамическая защита. Там встроена динамическая защита 422, контакт 5, Катра, Т-90, Абексу-108, 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 Абексу-101, Абексу-101. Вот так вот, модификация Т-72, БА, Абексу-104, АУРА, встроена динамическая защита 422, контакт 5, а вот так она уничтожит, по моим расчетам, даже на 2,5 километра может уничтожить, если стрелять из орудия Рейн-Метал ЛР-120, Л-55, с нарядами ДМ-63, ДМ-63, ДМ-63. Есть модификация Леопард 2, Э6, Эл-Геллинике, это модификация Геллинике, то есть греческая модификация, она стоит на вооруженной греческой, вооруженной греческой республике есть, Леопард 2, Э6, Е или Леопард 2, Е, Е, а значит Эспана, для Испании. Для разных стран есть разные модификации, мы не можем про самое-самое-самое говорить, осталось нам 2 самые мощные модификации. Есть Leopard 2 PSO, это модификация Leopard 2, Э5, в которой приспособлено объединение боевых действий в городских условиях. Мы об этом поговорим, чуть повезу. Есть модификация Leopard 2, Э7+. Вот тут-то оно и начинается. Поймите. Давайте перейдем, как продолжить тему от этих. Пару минут мой рот отдохнет, и мы перейдем. Из Украины столько тем, сколько новостей, сколько информации, но раз уж начал про эту тему, очень-очень много сегодня тем, эфир будет насыщен. Пишите, эфир интересный или нет? Да, про АСМ плюс сейчас поговорим. Дорогой МК, 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 большое спасибо. Эдуард, Эдуардо, вам большое спасибо. МК, МК, мои постоянные зрители, вам большое спасибо. Надеюсь, Эдуард, Эдуардов был удален, так как он меня просил. МК, МК, вам отдельно большое спасибо. Спасибо моему постоянному зрителю МК, МК и Эдуарду, Эдуардов. Большое-большое спасибо. Пишите, друзья, интересно, потому что мне важно знать ваше мнение, и всегда... Эдуард, Эдуардов, спасибо. Мне интересно знать ваше мнение. лайки мы кстати поддержите буду признателен как лишь в таком темпе полтора часа реально начнешь уставать когда ты читаешь ну когда читаешь положительный комментарий о май прайд большое спасибо рад видеть вас на моем канале я не думаю что стыдно за 41 45 год потому что с было стыдно и по и машины пехоты мардера 1 и 3 не было не продали бы не перед не передали бы но это же бои машины пехоты же передает что не стыдно пушить на батаре сын медленно это дело не в стыде вот это дает очень много положительных эмоций поэтому пишите интересные друзья мне реально важно знать ваше мнение вот когда вижу что после эфира число подписчиков повышает кстати еще не подписались на мой канал то я буду рад если подпишись на мой канал когда во время эфира я вижу паш положительные тура спасибо большое когда я вижу положительные такие отзывы и комментарии эфира вот эта усталость проходит то что когда ты пропала мы сегодня вот так поговорим подождите и все будет обещал вам про оружие леопард 2 7 плюс поле лучше чем а микс 56 лекарь марка 21 леопард 2 7 плюс сейчас как раз так и говорим про леопард 2 7 плюс я вам обещал рассказать про оружие который по моим личным расчетам может необходимо украине мы сейчас сегодня про это оружие чуть чуть попозже поговорим тем будет очень много дай бог мне энергии и все будет отлично друзья ну надеюсь действительно эфир интересно потому что не знаю важно ладно айтика мы продолжим потому что те много времени идет друзья лайками поддержите буду признателен еще раз друзья прежде чем продолжить если не сможете оказать материальную помощь моему каналу я вам буду за это очень очень признателен так как еще раз других источников дохода у меня нет если вы хотите чтобы он канал смог продолжать свою жизнь тоже недеятельность то я буду признателен если вы окажете материальную помощь моему каналу так как необходимости в этом есть вот действительно не самые легкие для меня времена поэтому если окажете материальную помощь моему каналу я вам буду супер-супер признателен если мне не придется каждый день думать все постели на потовых вот этих проблемах то я с большей отдачей посвящу себя своему youtube каналу и так с эфиров будет до раза больше поэтому друзья если вы сможете оказать материальную помощь моего канала я вам буду очень очень за это признателен если вечны подписались на мой канал если мы будут признательности подпишутся на мой канал лайками поддержите вот еще раз напомни что в описании формация как можно помочь моему каналу указаны банковский счет той сможет такой мощь буду признателен несли не сможете так то можете пошли甚麼 эng interpreтом а как то 10 на 5 людей если вы живете на западе мое количествоlarda них европе не можете пойму они грамму отправлять дикут отправить мне личным сообщением по фейсбукам и мессендеру по телеграмму, я вам буду признательен за это очень. Друзья, еще раз буду отдельно признательен за материальную помощь моему каналу. А сейчас мы продолжаем. Мы подошли к самой суперсовременной модификации Leopard 2 А7+. Есть основной боевой танк, есть отдельный Leopard 2 А7+. Что она себя представляет? Разберемся, на ней стоит орудие. То же самое, что на Leopard 2 А6. Rainmetal RH-120 L55. Длина ствола 55 калибров. Уникальная система управления огнем. Реализован на конце цифровой башни. Лазер Долимер, который работает со еще более современной системой управления огнем, электронным баллистическим вычислителем, который позволяет применять новейшие танковые снаряды. В частности, ТМ-11, 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 уникальный программируемый снаряд. Его можно назвать многоцелевым снарядом. ТМ-11 работает так. Он имеет три режима подрыва. Ну, это как израильский танковый снаряд М710, который купили вооруженность из Азербайджанской республики. М710 это то, что аналогично. Она имеет опцию воздушного подрыва на цели, контактный мгновенный подрыв, подрыв контакта мгновенного действия и замедлинив. Перед выстрелом экипаж выбирает режим срабатывания, режим действия. Когда ты применяешь этот снаряд, ты программируешь его взрывателем. Если нужно, чтобы он взорвался в определенную траекторию точек полета, например, в окопе танкоопасна живая сила противника. Расчеты СПГ, например, СПГ-9 копьё, допустим, знаковый пространок гранатомёт, или ручной пространок гранатомёт, например, РПГ-7В-1 6Г-3-1, или, допустим, расчёт пространка ракетного комплекса типа 9К-111-1 конкурс по оценке ракета 9М-113. Предположим, и вот тут новый противник в окопе его достать трудновато. Или просто пехота противника в окопе. Ты берёшь, заряжаешь этот снаряд ДМ-11, дочь муту 11, ДМ-11. Включаешь лазерный дальномер, находишь цель окопа противника, активизируешь лазерный дальномер. Лазерный дальномер измеряет дальность цели. Лазерный дальномер знает твою скорость, в общем, твоя система поляня огнём знает твою скорость движения. Лазерный дальномер даёт информацию о расстоянии до цели. И за счёт этого электронно-танковый и баллистический вычислитель вычисляет, за какой промежуток времени этот снаряд окажется над головой противника, определенной точкой полёта. И в соответствии с этим программирует взрыватель. Ты выстреливаешь снаряд ДМ-11, дочь модула 11, ДМ-11, снаряд подрывается, уже пролетает, и выбран твой промежуток времени, который автоматически системы правильного огня рассчитала на основе датчиков скорости датчиков лазерного дальномера. То есть, ещё раз, датчик скорости ТБАИ учитывается танковым баллистическим вычислителем и учитывается расстояние до цели. И в системе правильного огня введена информация о начальной скорости полёта снаряда когда ты выпускаешь из Аурди Рейметал РХ-120 Л-55 у него очень большая начальная скорость полёта и эта информация там записана, внедрена. И вот на новой калькуляции этой информации снаряд пролетает обрезвлённый промежуток времени подрывается над головами противника. В результате чего ты достаёшь противника, потому что снаряд взрывается над головами противника. Ты можешь сопроводировать обычную осложку газа снаряд. контактного мгновенного действия. Тогда ты просто программишь взрыватель обычный контактный мгновенного действия, там уже не требуется никакой дополнительной манипуляции действия ничего такого. Пезоэлектрический взрыватель произвёт её действие. Но она есть с замедлением. как она действует с замедлением? Ты ставишь на определённую литеру замедление. Ты выстреливаешь этот снаряд. Снаряд вот это смотрите моя рука это бетонная стена. Железобетонная даже может быть или бетонная. Видите? Программируешь этот снаряд DM11 .11 и её обстреливаешь. Взрыватель контактный замедленного действия. Снаряд попал в стену. Пробил стену. Попал внутрь здания или помещения или какой-то бункер или защитного сооружения и только внутри подорвался. Я вам много раз их эфирах рассказал. Когда бойзаряд детонирует внутри замкнутого пространства помещения она в разы сильнее нежели детонирует снаружи. Вот так поражаются более сильные защищенные цели. И обычный взрыватель контактного действия попадет в стену защитного сооружения взорвется и причинит минимальный ущерб живая сила противника останется целой внутри. Для того чтобы уничтожить это здание ну допустим там есть какое-то отверстие амбразура больница через это могут пройти продукты взрыва и как-то ранее победить но занято останется цело. Но как уничтожить разрушить это здание? Настраиваешь взрыватель контакт замедлено замедлено действия снаряд пробивает стену снаряд оказывается внутри замкнутого помещения и только внутри подрывается и разрушает здание вот это уникальный снаряд снаряд и других модификаций типа леопард 2 E4 леопард 2 E5 леопард 2 E6 леопард 2 и в общем там стоят там штатно спаленный пулемет танковый мг 3 и 1 рейн металл мг 3 и 1 машинам гивер 3 и 1 мг 3 и 1 спальня с электроспуском кг-72 на 50 на тоже . 38 винчестер если вы смотрели хронику второй мировой войны там видели единый пулемет мг-42 мой любимый самый лучший пулемет со времен второй мировой войны грандиозный мг-42 машина гивер 42 мой любимый пулемет калибра 790 на 50 метров маузер сумасшедшим темпом стрельба по моему тысячи вести пострел грандиозный пулемет в общем на его основе немцы сделали взяли темпу цены ну кстати суть германия фрг уже после развиваться уже германии начал пускать на другие модификации то пулемета после развала советского союза мы начали выпускать более современные версии под калибр 7-2 написать на то что . 38 в общем там есть модификация мг-3 а значит машина гивер пулемет машины гивер мг-31 потом у нас электроспуском спаренная с орудия есть обычная мг-3 машины гивер 3 мг-3 который просто стоит на люке командира то есть даже командира все командира обычный пулемет для того чтобы командир из него стрелял командир должен выйти и вручную из него стрелять тогда командир оказывается легкой целью во первых сам пулемет калибр имеет 762 на 51 на то же . 38 венчатый винтовочный патрон не слишком мощный борьбы слегку бронированной техники совсем мимо целесообразно не уместно это и невозможно применить вот модификация вот это вот как-то но плюс командир должен выйти из-за броню командира открывает люк командир выходит из люка командир вручную стреляет и оказывается легкой добычей если я вам сказал вот репортажа анна news видно что по вот этим вот амбразуром шахтам обитательных комплексов снайперы пытались попасть это представьте себе если там пулеметчик высунется если сто раз легче пулеметчика попадут поэтому снайпер замаскированы я уж не говорю прям минно-взрывные какие-то взрывы рядом минометная мина взорвалась или как и там снаряд спуга с подрыва взрывной ударной болоте задеет командир он находится за броней он не защищен броней вот на модификации леопардова а7 плюс установили грандиозное изделие грандиозное изделие что-то называется flw 200 flw 200 расшифровывается так на немецком а значит flw 200 что расшифровывается как фэрн беден бар лейште вафель статион 200 или flw 200 это дистанционно управляемая пулеметная установка которая может быть вооружена либо 40 миллиметровым канатометом очки gmg гранат машина гивер то есть автоматический станковый карнатомет немецкий альбер 100 на 53 миллиметра стандартный натовский боеприпас либо она может быть вооружена крупнокалиберный пулеметом m2 hb броники в баррель или m2 hcb броники и баррель чинь баррель броник там отречать им чтобы более легко меняется крупнокалиберный пулемет кальбра 12 на 17 . вся 2 мч на эту бронинга шинга это крупнокалиберный пулемет 50 калибра еще раз калибра 12 на 17 . 50 бмж надо бронинга шинга грандиозные изделия она стримеет тепловизионный круглосуточный канал телевизионный канал асс автомат сопровождения цели двухплоскостную стабилизацию вооружения и позволяет на командиру стрелять находясь внутри брони мало того что если обычный леопард 2 и 6 напустим до пулемет мг-3 машины гивер 3 мг-3 открыт мало того что это просто пулемет ну винтовочный калибр а весь там калибр 762 на 51 на тоже . 308 винчестер на это признаться для борьбы с пехотой оперативника кстати еще 9 лайков поставьте я буду буду признателен будет вести лайков я буду дать признатель вот так вот чем это я говорил а вот этот калибр 772 на посадок на тоже . 308 вещества он более пригоден для борьбы живой сил противника солдатами противник живой сил противник но для если попадется какой-то легко хорошо бронированная цель типа брони автомобиль допустим аймэй 230 3114 тигр и в пк 230 3114 тигр и тигр модернизировать играми обычный тигр а тигр м тигр модернизировать по повышенной защищенности м114 и мультиплоза билд века и мультиплоз белки колхом более мощная версия м114 с хами этого бронированный хаммер но с усиленным защищен бронирование то есть это не бронетранспортера броне автомобиль более легкая классовая бронетехника даже в его ты не поразишь даже на 600 метров бронебойными патронами м993 пиан пальцы его броню можно не пробить а если про то что за броневое действие пули окажется уже насколько маленький она потерять свою кинетическую энергию что ему причинит минимальный ущерб то есть минус то что на стрелок в данном случае командир выходит за пределы и начинает стрелять в открость становится легкой мишенью для противника плюс то есть еще один минус ну еще что ты не можешь бороться слегка бронированной военной технике противника на леопард кстати еще 6 лайков буду признателен на леопард 2 а 7 плюс благодаря flw 200 ферн бдм бар лэйште ваффен статион 200 и flw 200 стоит крупнокалибрный пулемет который сна может стрелять во первых снано патронами м903 слеп саботить light armor penetrator это бронебойно-подкалиберный снаряд у него бронепробивание что такое бронебойно-подкалиберный снаряд в прошлом самом эфире когда говорил про мою машину пехоты м2 брэдли там рассказывал что это такое в прошлом эфире смотрите таймпоты поставил может на день в общем они имеют супер бронепробиваемость даже на 700 метров они запросто пробьют например тигры в борт ладно 600 метров но пробьют в борт обычные бронебойные патроны допустим м2 и пиан пояснике м8 и пиан пояснике инцентре бронебойно-зажигательные может применить и бронебойный подкалибер м903 слеп саботить light armor penetrator сама пуля имеет калибр семьдесят два миллиметра внимание патрон м903 слеп саботить light armor penetrator 50-го калибра крупнокалиберный патрон сердечник калибр 72 миллиметра остальное это поддон пластмассовый поддон пластиковый когда ты его выстреливаешь она внутри пулемета вставали врачи 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 когда она выходит из ствола аэродинамическое сопротивление воздуха разрушать пластиковый поддон и к цели летит только одна пуля термоупроченная пуля чтобы повысить бронепробиваемость пуля имеет калибр семьдесят два миллиметра за счет чего не минимально аэродинамическое сопротивление воздуха и она получила столько же длинной энергии столько получает обычная крупнокалиберная пуля обычный бронебойный патрон типа м2 и пиар персинг это ты стреляешь из такого крупнокалиберного пуленота набирает внутри ствола очень мощную длинную энергию 50-й калибр маром парохового заряда больше в гильзе разгонила ствол длиннее она разгоняет пулю весьма хорошо но когда 100 пуля ствола выходит диаметр поле кальбра 12 и 7 миллиметров и то есть точки соприкосновения с воздухом большая аэродинамическое сопротивление воздуха начинает гасить ее скорость патронов м 900 и слэп саботы light armor penetrator когда пуля выходит из ствола аэродинамическое сопротивление воздуха пуля внутри ствола разгоняется также как обычная пуля m2 и пиар обычно бронебойная пуля потом потому что внутри гильзы парохового заряда много длина крупнокалиберного пулемета весьма хорошая и она разгоняется только как слайдет пуля выходит из ствола и потом то есть пыли при выходе ствола имеет уже супер дульную энергию сопоставимую с дульной и крупнокалиберного пулемета много патронов аэродинамическое сопротивление воздуха разрушает этот поддон два плюса плюс номер один что благодаря поддону ты успел ты смог полностью разгоняться благодаря пороховым газом энергии пороховых газов ты мог разгонять пули внутри ствола как следует передать ей максимальную энергию но после выхода аэродинамическое сопротивление воздуха разрушает этот пластиковый поддон и живы к цели те только пуля за счет то есть ты хорошо разогнал пулю плюс пуля меньше будет терять скорость и потому что там к сердечник альбер 7 62 миллиметра окей обычная бронебойная пуля 2 и пиар-фальсинг выходит из ствола набирав отличную энергию но так как у нее сердечник пуля кальбер 12 миллиметров и диаметр больше если ее диаметр больше значит аэродинамическое сопротивление воздуха больше будет гасить ее начальной скорости и от чего она больше будет потерять скорость там приблизительно на до 10000 метров уже имеет дозвуковую скорость эти патроны едят больше на сверхзвуковой скорости потому что сердечник альбер 72 миллиметра вот и к чему вот этот еще одно преимущество вот пулемета установка закрытого типа крупнокалиберный пулемет командир стреляет находясь защищенности плюс обычный леопард 2 и 6 леопард 2 и 5 леопард 2 и 4 леопард 2 и 4 леопард 5 леопард 6 там пулемет имеет только цели кимушка открыты прицельные приспособления все а тут на flw 200 ферн бдм бар личный бафин статью он 200 и flw 200 теле тепловизионный древний телевизионный канал многократного учения тепловизионный канал многократного учения лазерный дальномер который позволяет хорошо рассчитывается расследователь ясти автомат сопровождения цели просто бог подсказанная стабилизация вооружения то есть ты край это отдельность огневая установка представляете о чем я сейчас говорю это отдельная огневая единица весьма эффективно это уже не вспомогательное вооружение она как говорил паттон самое главное напомню танки это пулемет не слишком я с ним согласен но в этих словах кроется очень очень много с массовой нагрузки доверяя к чему это очень важно это еще одно преимущество дальше пошли на модификации а парт 2 и оси плюс есть в ссу вспомогательный посылать не вожусь и украины высула баса вспомогательная силовая установка дизельная она позволяет варим остановки например леопардово и 6 для того чтобы из окопа она стреляла ты должен включить основную силовую станку мтл мб-873 к 501 основной двигатель может 1500 лошадиность это должен включить чтобы от этого бортовичной системы электрального снабжения получили ток электричество получили чтобы система броня огнем работала радиостанция работала в общем-то движок тот тупо говоря ты расходуешь топлива основного его танка баку это это нереально долго так не протянешь если ты в окопе длительно займиться в обороне все ли должен хотя бы радиостанция будет держать включены для того чтобы радиостанцию держать включены ты должен вымерить 1 ха камела трах тут не хватит тут система роли огнем должна работать вообще много чего аккумулятор наканчив ты должен включить двигатель. Ты должен включить двигатель, двигатель включишь, ты начнёшь расходовать топливо. Представляете? После этого тебе нужно будет выходить из окопа, когда там наступает, топливо не будет, чтобы двигаться. Пускай в окопе останешься, топливо закончится и всё. Выключится твоя система в пролине огнём. Потому что двигатель заглохнет, и только электроснабжение не произойдёт. Плюс ты расходуешь моторесурс двигателя. Что такое моторесурс двигателя? Двигатель же работает. Нет, двигатель работает не только тогда, когда ты ездишь. Когда ты включаешь двигатель, двигатель значит работать. Ты расходуешь моторесурс. Не слишком приказанно. На модификации Leopard 2 7 Plus есть налогательная целовая установка, отдельный аэнергоагрегат, который позволяет при выключенном основном двигателе питать бортовые системы током электроснабжения, необходимым, чтобы активизировать средства постановки дымовой завес, включать боевой модуль, ФЛВ-200, ФРН, БДМ, БАР, ЛЕЩТЕ, ВАФИН, статион 200, ФЛВ-200, ФРН, БДМ, БАР, ЛЕЩТЕ, ВАФИН, статион 200, ФЛВ-200, включить телетепловизионный прицел МС-15, панорамный прицел командира ПЕРИ, РС-17-2, телетепловизионный. танковый, танковый, балетический вычислитель, радиостанция, у кого ультра-кратковая радиостанция, у кого радиостанция с ППР-чип, все вот это работает без включения основного двигателя. Это еще одно преимущество на Леопард 2А7+. На Леопард 2А7+, введен командирский тормоз. Командир имеет педаль тормоза. В любой момент он может нажать, и основной танк остановится. Интересно. На Леопард 2А7+, реализована концепция с этицентрической войны. И со звук из ней я приношу свои изменения. За лай собак. Надеюсь, они не доставили вам дискомфорт, но не от меня зависит. Окна закрыты, но все-таки лай собак слышу. А, на Леопард 2А7+, внедрена концепция с этицентрической войны. Единственная степени тактического звена. Или автоматизированная степени тактического звена. Или единственная степени тактического звена. Что это такое? Вы помните, я в прошлом эфире рассказал про ABCB2. Вот американский ABCB2, это как раз-таки есть ледение степени тактического звена. Что это означает? Все экипажи пушечных осадковых танков Леопард 2А7+, знают о местонахождении друг друга. Есть специальный планшет командира, где отображается цифровая карта местности, и где нанесены на карте местности, видишь свое местонахождение, местонахождение своих дружеских войск. Ты знаешь, сколько у себя боекомплектов? Ты знаешь, сколько боекомплектов, топлива у своих друзей? Кому нужно пойти на помощь в общем? Ты можешь планировать маршрут. На маршруте могут из командного пункта отправить опасные точки. Например, где-то есть засада, где-то есть вероятность засады, местность так. И на карте обозначивается эта местность. Ты, как командир, ты уже видишь, что ты приближаешься к этой местности. Ты начинаешь готовиться. Есть оперативная информация, что там засада. Командование отправляет эту информацию на цифровой карте местности, и на экране командира отображается. Разведка доложила, там засада. И командир все вот это видит. Это уникально. Там есть топливный, в общем, там нужно форсировать какие-то водные преграды, там танкоопасные заграждения, там минные поля, против танковые минные поля, там, допустим, там против танковой ров, или зубы дракона, там опасные, там заграждения, против танковые заграждения. Все вот это начнем на карту. В пустыне ты работаешь? Я вам объяснял, почему на модификации М2 и 2 Брэдли создали, на основе модификации М2 и 2 Брэдли создали модификацию М2 и 2 ОДС Брэдли, Operation Desert Storm. Я вам рассказывал, что на пустыне невозможно ввести навигацию, ориентироваться, потому что ориентирование тупо песок везде, ты не можешь ориентироваться. Максим Компас может достать и север-северо-запад, восток-север, вот это вот это, юг-север, это максимум, что ты можешь делать. Вот это не можно ориентироваться. Правая карта местности, которая даже в пустыне позволяет чувствовать тебя совсем комфортно. Это уникальная возможность. Позвольные исключения из-за дружеского огня. Ты знаешь местонахождение своих целей. Как только ты наводишь на противника орудия и сетембра поправленным огнем, дает свето-звуковое оповещение. Если вы смотрели мое видео про ракетную пушечку асамбутанки Т-72-Сим-1, вооруженную силу Грузии, вооруженную Т-72-2 осло, вооруженную силу в асбаджанской использовании. Там я скажу, что обознавание слово чужой. Вот так и работает на Leopard 2 7+, вот эта вот система. Уникально. Возможность передачи коротких смс-сообщений другим членам. А в этой системе можно говорить очень много и очень долго. Единая система проведения тактического звена. Вот Leopard 2 7+, позволяет реализоваться эту концепцию. Уникально. Съемные модули защиты, которые позволяют быстро поврежденные модули, допустим, навесные модули, где подбыли изручную пританку кранатом, броню не пробили, модуль победили. Ты снимаешь этот модуль, ставишь новый модуль и давай в бой. Уникальная концепция, с моей точки зрения. Возможность, специальное средство связи для взаимодействия с пехотой. С какой стороны не посмотри. Плюс, бульдозерный отвал. Знаешь, только бульдозерный отвал. На модификации Leopard 2 7+, введен такой понятик бульдозерный отвал. Она имеет три положения. Бульдозерное положение, фронтальное. В основном это предназначено для рытья окопов. Двухотвальное положение. Это когда всё это изделие гидравлическое. Двухотвальное. Бульдозерный отвал принимает вот так, поворачивается, принимает копьеобразную форму, острую копьеобразную форму. Это в основном предназначено для разминирования. Ты продвигаешься, ты расчищаешь от минно-взрывных заграждений, от пространковых мин поля. Вот бульдозерный отвал врезается в землю, основной бутанк начинает движение вперёд и выглубляет противотанковые мины и выбрасывает в сторону. Самый уникальный метод, самый грандиозный метод разминирования. Вот в вооружённых силах Российской Федерации применяют ракетно-пушный основной танк Т-90А АБХ-188А1 Владимир. Тут, пожалуйста, немножечко внимания, окей? Т-90А АБХ-188А1 Владимир. На ней можно установить КМТ-8, коленный минно-ртрал-8, КМТ-8. Она тоже имеет ножевые секции, которые выглубляют противотанков мины противника. Плюс там ещё и между ножевыми секциями затянута проблочка, которая предназначена для приведения в действие противотанков мин, как раз мы возьмем противотанков днищевая кумулятивная с наклонным датчиком цели. Такая антеночка, которая торчит из-под земли. Когда основной танк противника наезжает, она наклоняет эту антенну и срабатывает взрыватель противотанков мины, мины активизируют свою кумулятивную задку, которые проражаются экипаж, бойком и все такое прочее. Вот на КМТ-8 колене мин трал-8 КМТ-8 проволочка натянута, проволочка до того, как контур та самая проекция основной танка дойдет до этого, проволочка она спереди, перед основной танка проволочка наклоняет наклонный механизм, приводит действие подрыв противотанков мины и основной танк уже запросто проезжает оба способа поименимы, весьма эффективная штука, также можно надеть еще прикрепить КМТ-8 КМТ-7 это катковый мин нейтрал-7 это катки, которые наезжают на противотанков мины, мины подрываются, таким образом и они разминируют, также на ней можно установить электромагнитную приставку, есть мины с электромагнитным взрывателем, они создают ложное магнитное поле основной танки и инициируют подрыв электромагнитных мин за пределами основной танка и минного трала, весьма эффективная штука, но суть в том, что эта штука есть маленькие хитрости, например, есть протанковая мина ТМ-62Н, у которой куча разных взрывателей, я всегда люблю взрыватели МВЧ-62, ну и взрыватели МВД-62, взрыватели двойного действия, знаете, что это такое? Это такая хитрость, маленькая хитрость, очень маленькая хитрость, она имеет взрыватель двойного нажатия, одна твоя секция прошла по ней, она активизировалась, не взорвалась, предназначена для таких хитрых штучек, то есть катковый мин-нейтрал проехал, она активизировалась, но не взорвалась, Второй раз, когда что-то на неё наедет, она взорвётся. То есть, рассчитано, чтобы ты катком проехался, активизировал. К гусенице прошёлся, она подрывается под гусеничей, минная против танка пройдёт гусеничная, фугасная. Она подрывает, просто разрывает катки и гусеницу. И разрушает ход основного боевого танка. Вот такая хитрость. Хотя, если ты включишь ещё наживные секции, после того, как твой минный трал пройдёт, каток минного трала, она активизируется, но за ней идёт наживая секция, КМТ-8К, минный трал пройдёт КМТ-8К, и выглубляет эту протоконную мину, и бросает в сторону. Но всё равно, как бы там ни было, самый лучший способ разминировать, вот этот немецкий. Тупо говоря, ты берёшь вот этот пульдозерный отвал, всё, что есть, она выбрасывает за секцию основного танка. Вот это вот двухотвальное положение. Есть крейдерное положение. Либо лево, либо вправо. Это для того, чтобы расчищать где-то там путь. от каких-то искусственных, допустим, землю копаешь, дорогу там нужно проложить или ещё что-то там. Обычная инженерная машина разграживания, ты не можешь туда послать, потому что в зоне боевых действий она не защищена, могут подать, даже если защищена, у неё огневая мощь нет, а тебе нужна огневая мощь, чтобы если противник появился, подавил такие точки противника. Вот так отправляют этот пушеный на зомблый танк, и она принимает бульдозерное отвал, грейдерное положение, либо в правый борт, либо в левый борт, и отбрасывает землю или снег, либо в правый борт, либо в левый борт. Вот этот бульдозерный отвал тоже ставит на Леопард 2 А7+. Интересная такая штука. Ладно.